Всем привет, с вами Мария Кон, и у нас с вами сегодня видео вопрос-ответ. Я расскажу вам немножко больше о себе, мы с вами станем ближе, поэтому давайте не будем затягивать и поехали. Первый вопрос. Что тебя вдохновляет на написание песен? Вообще все вокруг. Мир, люди, я, искусство, музыка, кино, природа, будущее. Вообще хочу жить вечно. Эта жизнь здесь мне очень нравится. Не люблю это деление на ад и рай. Жизнь здесь очень непредсказуема, и эта непредсказуемость тоже очень волнует и будоражит. Расскажи о своей семье. Я из творческой семьи, моя мама поэт, музыкант, певица, папа тоже поэт, писатель, выпускает книги. На протяжении 22 лет он был священником, но сейчас он занимается только писательством. И на его стихи у меня есть трек «Обнять и замолчать». Также у меня два старших брата. Первый художник современного искусства, а второй клипмейкер, режиссер, продюсер. Мы с ним даже сделали две работы вместе. ЧБ-2 и «Саморота». Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Какой есть духовный вопрос, на который у тебя нет ответа? Ты в религии? Я хоть и выросла в религиозной семье, но сейчас мне нравится больше верить в технологический прогресс. У меня нет ответа на такой духовный вопрос, как «Есть ли Бог?». Как относятся родители к твоей музыке? Папе нравится. Он вообще сразу поддержал мои начинания. А маме, в силу того, что я решила заниматься по сути тем же, что и она, было поначалу непросто это принять. У нас очень с ней разные взгляды и стили. Скажем так, это не ее направление. Кто тебя вдохновил на макияж и как, когда ты сама его начала себе делать? Меня всегда тянуло на эксперименты, но долгое время не хватало смелости. Сначала я просто очень много смотрела, и этот процесс начался очень медленно. Сначала с блесток на концерты, потом немножечко теней розовых. Все началось именно с розовых теней. А прям совсем окончательно я начала учиться этому летом 2021 года. Какая была детская мечта? Я хотела стать космонавтом. Меня всегда тянуло в космос. С самого детства. Как начать писать песни? Да, просто если есть желание сесть и написать. Любой ваш любимый артист тоже с чего-то начинал. И помните, любой продукт это 10% таланта и 90% работы. Как ты записываешь свою музыку? Расскажи про свой опыт и устройство, пожалуйста. Это бывает по-разному. Иногда я могу сесть и на фортепиано, гитаре или укулеле, написать песню, а после принести ее команде и уже всем вместе дорабатывать ее, делать оболочку. В другом случае я могу придумать песню полностью сама, написать аранжировку, все записать, например, релиз «Чистое утро». Преимущественно мы работаем в риппере. Что бы ты сказала самой себе несколько лет назад и какой совет бы дала, если бы это было возможно? Хороший вопрос. Я бы сказала, цени свою красоту, цени свое время, никого не слушай. Слушай только себя, ты делаешь все правильно. База, считала ли ты, что у вас и вправду ничего не могло получиться с инстасамкой или все-таки в глубине души ты хотела с ней фит? Завидуешь ли ты теперь песни «Залетай в тренды» инстасамки и Краша или считаешь, что твои песни лучше? В плане фита никто из членов жюри мне не был интересен. Моя главная цель была показать свою музыку с разных сторон. Фиту Краша с инстасамкой я не завидую. Как ты считаешь, на самом деле, по какой причине тебя не выбрала Даша? Ну, инстасамка сама на это ответила. Вот мне никто не подходит, с кем бы я могла поработать в перспективе. И вот мне кажется, что ей никто не подходит. Надеюсь, она что-то сделает классное. На каких инструментах ты умеешь играть? Фортепиано, гитара, укулеле. Твои главные музыкальные вдохновители? Мои музыкальные вдохновители меняются каждый год. Вообще постоянно, потому что много всего слушаю. Но изначальный импульс вдохновения я получила от Тома Йорка и радио-хэд в целом, Долоры Сарьердан из Кренберрис и Пьерк. Расскажи о своей мечте. О чем ты мечтаешь сейчас и о чем мечтала раньше? Какие мечты сбылись и принесли радость? А какие сбылись, но оказались на самом деле пустыми? Никакие мечты меня не разочаровали. А по поводу тех, что сбылись, мою музыку наконец-то слушают. Сейчас я мечтаю о возможности путешествовать, посмотреть мир и изучить другие культуры. Какие исполнители тебя вдохновляют? Если бы можно было сделать дуэт с кем угодно, с кем бы ты хотела? Про вдохновителей я уже вам рассказала. И в целом это большой список того, что я люблю. А фит хотелось бы... Уф, этот список тоже, наверное, большой. Ну вот давайте пока по основным. Фортед, Чарли Экси Экс, Дэймон Алберн и вообще все проекты Дэймона Алберна. Бьорк, Карибу, Моби, Макс Купер, Граймс, Билли Айлиш. Ну давайте пока так. Каким ты была ребенком? И будь ты музыкальным инструментом, то каким? Я была очень тихим и спокойным ребенком. Даже, мне кажется, слишком. А в плане музыкального инструмента, ну я чувствую себя как минимум оркестром. Симфоническим, с хором. Какие творческие проекты в приоритете? Может интересуют интерактивы на концертах или концептуальные выставки с твоим участием как часть реализации? Помимо музыки и концертов, очень мечтаю сделать выставку со своими картинами. И может быть когда-нибудь снятся в кино? Но сначала выставку. Как ты справляешься с плохими днями? Есть ли какие-то привычки или ритуалы, которые помогают тебе расслабиться и успокоиться? Вообще по-разному. Зависит от задач. Иногда я все-таки беру себя в руки и несмотря на то, как бы я плохо себя не чувствовала, я понимаю, что ну надо идти по плану. И я просто иду по плану своего дня, переключаясь на именно дела. А в другой раз, когда я понимаю, что уже все, я сажусь и расписываю, что именно сейчас поможет мне почувствовать себя лучше. Ну и тоже иду по списку. Я вообще человек списков. А вообще с плохим настроением всегда, конечно же, помогает справиться спорт, дыхательные упражнения, растяжки, ну в общем любые взаимодействия с телом. Иногда я вообще включаю любимые песни и вот хотя бы 10 минут попрыгать и потанцевать под любимую музыку. И уже хочется жить в этом дне, существовать намного сильнее. А и информационный детокс, конечно, не забываем. Любимые предметы в школе? И почему? Не было любимых предметов в школе. Какой идеологии ты придерживаешься? Сейчас я знакомлюсь с философией трансгуманизма. И чем больше погружаюсь, тем ближе, мне кажется, заложены там идеи. Когда будут новые песни, клипы? В этом году. Как найти вдохновение? Не нужно его искать и гнаться за ним. Нужно действовать и делать то, что нравится. В чем твоя миссия или цель как артиста? Только размытые ответы типа «я хочу дарить людям эмоции», «я люблю музыку, потому что это моя жизнь» не считаются. Моя цель – это постоянное развитие. А также я хочу иметь возможность заниматься любимым делом всю жизнь. В какой стране, городе, мечтаешь, мечтала выступить? Больше всего в Японии. А так я бы выступала по всему миру. Могла бы поподробнее рассказать о православном воспитании? Какие особенности, запреты у тебя были? Я помню, долгое время мне не разрешали носить штаны, только платья и юбки, поэтому свои первые джинсы я никогда не забуду. И то, как я им радовалась. Мы ходили в храм каждую субботу и воскресенье. Каждую неделю была исповедь и причастие. Естественно, соблюдение всех постов. И также помню, особенно в посты нам не разрешали смотреть телевизор. Но, к слову, у нас дома в целом особо не смотрели телевизор. Очень интересует, чем ты вдохновляешься, когда пишешь настолько чувствительные песни, и как в целом пришла к подобному стилю. Спасибо большое за твое творчество, ты восхитительна. Спасибо большое. Ну, на вопрос, чем я вдохновляюсь, я вам уже ответила. А как я к этому пришла? Долгим и упорным трудом. Привет, Маша, ты просто волшебная, невероятная, такая колоритная, красивая и очень талантливая. Я рада, что нашла тебя и твое творчество. И немного жаль, что наткнулась только сейчас, а не раньше. Мой вопрос. Откуда столько фантазии? Без негатива. Меня как художнику очень вдохновили твои макияжи, клипы, эстетики, которые ты продаешь. Макияжи не на каждый день. Я соглашусь, и я уверена, это не все твои возможности, но твоя музыка и картинка так гармоничны. А еще интересно, какими творческими штуками ты еще занимаешься или занималась. Спасибо большое. По поводу откуда столько фантазии, меня просто очень многое волнует и интересует. Я не могу этим насытиться. А про занятия, как вы, наверное, уже могли понять, я много чем занимаюсь в своем проекте. Пишу музыку, тексты, играю на фортепиано, гитаре, укулеле. Какое-то время я даже преподавала фортепиано и сальфеджио. Занимаюсь дизайном, делаю обложки для всех своих релизов, песен, афиши, анимации для них. Создаю костюмы и свои образы для съемок концертов. Веду соцсети, конечно же, общаюсь с вами. Также занимаюсь монтажом видео, например, клип на крючок, полностью моих рук дело. Делаю макияжи. Например, в клипе необхоженные образы и макияжи, которые на мне, я делала сама. Когда именно ты начала свой музыкальный путь? С чего он начался? И как ты придумала свою первую песню? Почти все мои первые песни были записаны на альбоме ЧБ 2018 года. Одна из моих самых первых удачных песен называется «Мальчик». Это вальс под фортепиано. Мой папа был первый, кому я показала эту песню. И он очень удивился, потому что в тот момент не было никаких предпосылок, что я начну заниматься музыкой. Будешь выпускать антуражный мерч? Планирую. Будет тур по городам? Когда-нибудь. Когда-нибудь. Это зависит от того, сколько людей будет меня ждать в этих городах. Привет, я Софья. Я увидела тебя в шоу «Будь в тренде». Ты настолько невесомая и массивная, при этом ты настолько быстро и глубоко западаешь в сердце. Мой вопрос таков. Какая твоя песня тебе нравится больше всех? И какая песня тебе меньше всего импонирует? А еще на каких инструментах умеешь играть? Очень буду рада, если ты ответишь. Спасибо большое за вопрос. По поводу того, на каких инструментах я умею играть, я вам уже отвечала. А про песни «Моя любимая» уже много лет. Моя любимая песня – это на крючок. А самая нелюбимая – песня ЧБ, версия с Макси сингла. Вот это, да. Мне даже иногда хочется ее удалить. Из какого города ты родом? Ты из Кирова? Предполагаю так, из-за песни «Тормашками родными». Да, я родом из Кирова. После чего ты начала писать песни и петь? Или что тебя мотивировало? Вообще, с самого детства был пример перед глазами в виде моей мамы, что можно всю жизнь заниматься любимым делом. Меня всегда тянуло больше в музыку, хоть я всегда и рисовала. И в определенный момент, благодаря поддержке друзей, я все-таки осмелилась и нашла в себе силы поверить в это. Привет, Мария! Меня тоже зовут Маша. Какие у тебя еще есть хобби помимо вокала? Ну, я тоже вам уже рассказала. Ну, как вы уже поняли, я человек, увлекающийся очень многим. Но так получилось, что все это прилагательное к музыке. И мне, знаете, очень нужно было найти какое-то отвлечение и хобби. И за последний год у меня так и получилось найти это самое хобби. Им стали компьютерные игры. Как не останавливаться развиваться в творчестве, если не получаешь обратного фидбэка? Ты не остановишься, если не можешь без этого жить. Каких исполнителей слушаешь сама? Вот их! Вот их! И не только! Постоянно открываю для себя что-то новое. Привет, ты потрясающая! Спасибо! Ставишь ли ты себе большие цели? Например, собрать стадион или получить премию? Может, мечтаешь о всемирной известности? Я желаю тебе вдохновения и успеха. Ты очень крутая. Спасибо большое! Конечно, да! 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 Отвечая на ваш вопрос. Какие песни можешь посоветовать? Вообще, их огромное количество. И этот список еще и постоянно пополняется. Ну, давайте сейчас, которые мне нравятся больше всего. Макс Купер, Forgotten Places. Вообще, эта эпишка у него очень мне нравится. Далее, Мадвиллан ремиксы Фортета, Great Day. Моя любимая песня просто навсегда. Причем она идет 7 минут, но я просто все 7 минут куда-то улетаю. Это Just the Two of Us, Грувер Вашингтон. Radiohead, Jigsaw Fallen Into Place. И напоследок, сейчас я переслушиваю Баха, и вот это прелюдия из хорошо темперированного клавира в исполнении Святослава Рихтера мне особенно нравится. Мебемоль минор. Это прям за душу. Привет, я Маша! Какие твои любимые цветы? Все цветы красивые. Мне нравятся все. На самом деле, интересно было бы больше узнать о Любодорго. Ведь это такая масштабная и сильная работа. Как долго это создавалось? Были ли другие версии? Когда Любодорго 2? По поводу Любодорго 2. Я недавно писала у себя в соцсетях отдельный пост. Почему его не будет? Если хотите, почитайте. Мой телеграм-канал. Ссылочка в описании. А так вообще, создание Любодорго это отдельный большой рассказ. Давайте так. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, то я сниму видео, где расскажу об этом. Всю историю создания. Как относишься к Райану Гослингу? Ладно, если серьезно, то расскажи, пожалуйста, о своем никнейме. Почему Кон? Что это значит? Обожаю фильм Драйв. Очень люблю альбом и проект у Гослинга Dead Man's Bones. Очень интересно звучит. А Кон? Кон сокращение от моей фамилии. Все просто. Расскажи про свое творчество в целом. Через что ты прошла, чтобы дать людям свою историю в песнях и треках? Чтобы понять, как развивалось мое творчество, послушайте мою дискографию в хронологическом порядке с 2018 года с первого альбома ЧБ под псевдонимом Мария. И картина прояснится. Как ты нашла свою команду? Было ли страшно? И может до сих пор страшно, что ничего не получится? Моя команда меня сама нашла. А по поводу страха, конечно, было иногда страшно. Но всегда хотелось идти вперед. Сейчас я знаю, что все получится. Главное действовать и верить. И всему свое время. Есть ли шанс с тобой встретиться? Конечно! На концертах? В работе «Тормашками родными» ты рассказала о том, что столкнулась с некими трудностями после переезда. Это история про тебя? Если да, то расскажи подробнее, как проживала тот период. Да, это история про меня, и она связана с созданием Любодорга. Поэтому, как я и говорила, набираем 10 тысяч лайков под этим видео, и я снимаю отдельный рассказ. Как относишься к жанру кей-поп? Слушаешь ли такую музыку? Как-то не интересует меня этот жанр. Не мое. Интересно, как у вас на личном? Расскажите, есть ли молодой человек, и какие вообще нравятся мужчины? Мальчикам, думаю, будет интересно послушать. Я в очень длительных и серьезных отношениях с музыкой и искусством. И вообще карьера для меня на первом плане. Но в крашах у меня сейчас капитан Ливаи из Атаки Титанов. Но они! В чем сила? В трезвости. Как перестать бояться смерти и думать о ней? Лично меня успокаивает вера в возможности будущего. Но в целом я сама не знаю, как перестать об этом думать. Как ты находила мотивацию продолжать заниматься музыкой? Я пробовала какое-то время пожить без музыки и поняла, что не могу по-другому жить. Ой, ребята, последний вопрос. Вы меня спрашиваете об этом постоянно во всех соцсетях. Сколько тебе лет? Каждый год по-разному.